Работа с обращениями граждан и есть главная задача муниципальных служащих, отмечает мэр. И находить способы решения проблемы, а также выполнять просьбы и наказы необходимо в срок. Отказы приемлемы только в том случае, если решить вопрос заявителя положительно не позволяет закон, что бывает достаточно редко. Как показывает практика, обращаются сочинцы в администрацию не с глобальными вопросами. Обычно это просьба об устранении коммунальных проблем, установки детских площадок или требования оказания качественных услуг предприятиями жизнеобеспечения. У нас в 2014 году обращения увеличились. А что нужно делать, чтобы наши жители меньше к нам обращались? Что нужно делать, чтобы у них было меньше вопросов? Нужно исполнителям как можно чаще и вообще нужно каждое обращение рассматривать с выездом на место и с общением заявителей, с участием заявителя. Все-таки опять нам надо вернуться к разговору об исполнительской дисциплине наших чиновников. Конечно, мы вернемся к этому, но, наверное, надо уже подходить к этому вопросу, применяя крайний мир, то есть увольнение. Вот я просто требую, чтобы в течение 10 дней вы мне подготовили конкретные вопросы, которые не решаются долгое время по вине исполнительской дисциплины наших чиновников. В этом году в администрацию города поступило 18 тысяч обращений граждан, около 29 тысяч на прямую линию главы. Положительные показатели все же есть. 99% этих вопросов было решено в онлайн-режиме операторами единой диспетчерской службы. Такого же результата необходимо добиться и с письменными обращениями. И тут без системного контроля не обойтись, считает Анатолий Пахомов. Уже в ближайшее время в Сочи пройдет заседание специальной комиссии, куда пригласят всех неисполнительных чиновников.